Приветствую! Послушаем сегодня все песни Гражданской обороны в одном треке, просто все разом. Посмотрим, как это звучит. Будет ли что-то вообще слышно? Услышаем ли мы какие-то строчки? Заветные там, все идет по плану, или пластмассовый мир победил, или мы просто услышим шум? Я не знаю, я пока не слушал. Послушаю это вместе с вами, и вот убедимся, что же там такое. Но прежде чем начать, стоит обговорить буквально самый минимум. Я взял все песни Гражданской обороны, именно группы Гражданской обороны, не психоделия Дуде, не Егора Обезденевши, не коммунизм, не прочее, прочее, прочее. Только Гражданская оборона. Только песни. Но в том числе Янки и Кузьмы и всех прочих, кто там есть. Почему только песни? Потому что стихи длятся где-то, бывает, секунд по 20, где-то там поменьше, где-то побольше. И получается, что у нас длина вот этой композиции, где сам ненасыщенный момент, она будет длиться всего 20 секунд. Это, ну, как-то убого, как-то нечестно. А инструменталы я откину просто потому, что раз уж мы откинули стихи, чего бы и нет. Таким образом, взяты только песни Гражданской обороны. Сколько всего таких композиций вы можете вот здесь посмотреть, их чуть больше, чем 200 штук. Я выбрал песни из всех официальных альбомов, вот их список есть там на Гроб Хрониках, есть на Википедии. И здесь отсутствуют альбомы каверов, то есть инструкция по выживанию здесь отсутствует и Звездопад. Но здесь есть каверы, которые делала Гражданская оборона, поэтому вот в этом плане вот так. А почему я не брал неофициальные? Потому что их просто очень много, и если мы начнем во всем копаться, то дойдем до шизы. Ну и акустические альбомы я тоже не брал, соответственно. Но таким образом получилось около 200 композиций, вот более конкретно будет на экране. Итак, господа, давайте послушаем, что же там у нас получилось. Буду вместе с вами слушать впервые это, надеюсь, оно не пекует и мы хоть что-нибудь услышим. Самая репрезентативная часть для нас будет это вот буквально минута записи, потому что некоторые песни Гражданской обороны, особенно где-то 80-х годов, длятся по минуту 20. Где-то минуту 40, где-то минуту 50, поэтому вот возьмем минуту. Самый такой насыщенный момент, посмотрим, что же там будет слышно. Ну погнали, господи. Итак, 10 секунд, и я не понимаю, или это просто все клепует ужасно, или это реально превращается все в такой вот какой-то фуз, просто жесть. Эта задача получилась 14.52 по самому длинному тройку Гражданской обороны, и мы дальше посмотрим, хоть что-нибудь начнет проявляться, или это так и будет. Знаете, если сделать что-то погромче, то там даже что-то слышно, но так плохо. Прям так плохо, так по ушам все бьет. Но, естественно, это компрессировать никак не могу вычищать звук, потому что, ну, повредится, естественно, запись. Эксперимент получится нечистым. Давайте дальше, я послушал 0.23, чего же там дальше-то будет? 0.35, и я вроде что-то слышу, какой-то голос там на фоне, но может там вообще просто белый шум и гулины, и я там сейчас услышу какие-нибудь это призывы, как бы в лестнице к небесам, что-нибудь, какую-нибудь фигню. Но слушает этот фузовый перегруз в гитарах, это ужасно. На самом деле, если бы у Гражданской обороны был такой звук, наверное, он был бы одним из самых лучших, потому что мне это уже нравился плотный звук. Ну вот мне кажется, что бы на 0.58 я что-то услышал. Как будто бы я голос какой-то услышал, там более-менее прорывающийся, ну, не знаю. Давайте уж пойдем дальше, послушаем вообще хоть где-то проявится, хоть где-то будет адекватно что-то слышно. Тем самым уже перешагнули через самый такой плотный порог. Вот минута 42 начинает что-то гулять по ушам, как будто бы я что-то слышу. 2.34. Этот рисунок стал похож будто бы на соло, или может быть это вокал просто перегружается. Не знаю, мне кажется, вообще будто бы это все один большой клип, это будто бы одна большая помеха, потому что, ну, представьте 200 записей включить разом, они, естественно, будут друг друга перебивать, это все будет завышаться. 3.16, мне кажется, будто бы я слышу там какие-то мотивы из альбомов «Солнцеворот», что-то такое. Ну, я не уверен, вообще не уверен. Во-во-во, район 3.49, 3.51, стали какие-то прям звуки песни проникать. Там вот эти вот пару секунд, там прям слышно какой-то мотив. 3.50. И вот они и закончились, и тут начинается какой-то уже очевидный звук, и скорее всего это звук поздних альбомов, летовых, то есть, ну, где-то уже начало нулевых, потому что в основном композиции длились именно подольше, если вы обратите свое внимание. Ну вот 4.43, мне кажется, будто бы я услышал какие-то отголоски песни «Революция», вот там будто бы голос летовый. Причем все как бы копии треков я вырезал, тут ничего не должно повторяться, почему-то в официальных альбомах повторялись там некоторые песни, по-моему, по «Революции» почему-то повторялось. 5.06, прям начинает проскать в середине, и начинают слышаться какие-то голоса, и прям слышно мотивы, слышно, как они обрываются. Вот на начале 0.6, что-то этот, на бат... Жизнь должна где-то остаться в районе, ну, чуть меньше, чем 10 песен, поэтому неудительно, что здесь становится все слышно. Вот на 6.50, очень такой момент прикольный, когда становится похожим на просто какую-то песню «Гражданской обороны», но только с более насыщенными гитарами, потому что, ну, звук до жопы просто плотный, потому что это разные тональности. А, это мы слышим песню «Ночь», там, это все происходит посредством тебя. Что за звуки-писки? Фу. Седьмой момент уже становится неинтересно. Слышно вот прямо отчетливо «Русское поле экспериментов», слышно песню «Ночью» и что-то еще. Очень смешной момент, если мотнуть на 13.30, ну, я уже не стал все подряд слушать, то там слышно, как в одном ухе у тебя кричит «Русское поле экспериментов», а в другом у тебя психотерапевтические звуки, таким образом мы получаем смесь «Гражданская оборона», там, не помню, ну, короче, конца 80-х и где-то середины нулевых. «Русское поле» с новой аранжировкой. О, это шикарный момент, просто где-то на 13.35. Не, реально остается просто вот «Лето с гитарой, вечность пахнет нефтью» и «Птички». Классно, мне прям нравится, что-то в этом есть. Таким образом мы послушали все песни «Гражданской обороны» в одном треке, который длился 14 минут. Вот, если вам понравилось, можете поставить лайк, можете посмотреть другие ролики про «Гражданскую оборону», про «Сибирский панк-рок», про «Черного Лукича», был хороший ролик, про «ТикТок», типа, что там люди снимают в «ТикТоке», посвященный Егору Летову. Вот, можете посмотреть всю эту фигню и подписаться на канал, если вам понравится. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!